Здравствуйте! В эфире передача на женской половине. Никто из нас не застрахован от встречи с умным, обаятельным, хитрым, изобретательным мошенником. Первое законодательное определение мошенничества было дано в указе Екатерины II 3 апреля 1781 года. С тех пор изобретательность охотников за человеческими душами и их денежными накоплениями выросла в разы. Сегодняшний мошенник многолик. Он может быть образованным человеком, замечательным психологом и даже актером, который обладает даром убеждения и невероятным обаянием. Мошенники были всегда. Про них слагали легенды, писали книги, о них ставили фильмы. Вряд ли мы избавимся от мошенников в ближайшее время. Кто они, мошенники? Как оградить себя от их махинаций? Об этом мы сегодня поговорим с психологами Татьяной Новоселовой и Андреем Бубукиным. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, Андрей! Спасибо вам большое за то, что вы собрались вместе. И сегодня у нас на женской половине будем говорить всё-таки на серьёзную тему. Да? Кто такие мошенники и как себя от них оградить? Вы знаете, перед тем, как прийти на передачу, я поспрашивала своих знакомых и поняла, что практически все были в лапах мошенника. Вот о чём говорит статистика? Скажите, пожалуйста, как часто люди попадают под влияние мошенника? И вообще, может быть, даже по странам можно как-то определиться, в какой стране мошенников больше и больше людей, которые чаще становятся их жертвами? Я готовилась к передаче, и я думала, вдруг статистика скажет, что Россия – это страна, которой особенно не везёт, поскольку, согласно опросам, у населения проблемное мышление. И мышление мифологическое. То есть мы хотим верить в чудо и в какую-то выгоду, которую мы можем быстро получить. Но оказалось, что по щучьему велению, когда мы ждём какую-то необыкновенную рыбу, которая обязательно сделает нас счастливыми. Да, а с другой стороны, оказалось, что та же Америка, те же Соединённые Штаты, там ежегодно миллионы граждан подвергаются мошенничеству и теряют миллиарды долларов. Поэтому это в каждой стране. Каждый человек в чём-то слабый, и мошенники знают эти слабые струны и могут ими пользоваться. Мошенники были всегда, да? Мы знаем, что о них и слагали легенды, и ставили фильмы, и писали книжки. А вот современный мошенник, какой это мошенник? Когда мы говорим мошенник, мы подразумеваем всё-таки в определённой степени человек, который нарушает закон. То есть совершает уголовно наказуемые действия. Я, например, глубоко убеждён, что мошенник – это просто одна из разновидностей манипулятора. То есть это вид определённой манипуляции. Манипуляция – это значит управление руками. То есть это человек, который может управлять другими людьми в той или иной степени. Просто вот в данном контексте с нарушением закона. Поэтому мошенниками может быть абсолютно любой человек, который умеет манипулировать другими людьми. Ну тогда получается. У нас кругом одни мошенники. Ну, ещё раз, когда мы говорим слово «мошенник», мы подразумеваем, что это человек, который производит или совершает уголовно наказуемые деяния. В этом контексте – да. Но если рассматривать слово «мошенник», вообще человек-мошенник, как разновидность манипулятора, то да, в общем, по большому счёту, все мы не мошенники, манипуляторы в той или иной степени. А вот можно сложить какой-то определённый портрет мошенника? Это кто? Образованный человек или, наоборот, прохиндей какой-то? Это человек, который обладает даром убеждения или, наоборот, какой-то незаметный портрет? Можно сложить какой-то определённый? Ну, здесь я бы сказала, что за счёт чего мошенники входят в доверие, за счёт того, что срабатывает принцип «ты такой же, как я, ты на меня похож». Тогда я начинаю этому другому человеку доверять. И здесь для каждого типа людей и для каждого класса социального, для каждой прослойки свой определённый образ мошенника. И мы из фильмов часто думаем, что Остап Бендер, например, щеголеватый мужчина в самом расцвете сил, а это мошенник. На самом деле далеко не обязательно, он может быть простым и неприметным. Он может быть достаточно высокообразованным, он может быть как мужчиной, так и женщиной. История изобилует примерами. Сонька Золотая Ручка. Я думала, что она была необразована, пока не прочитала про неё подробнее. Оказывается, она знала несколько иностранных языков, обладала великолепными манерами. И у неё был такой арсенал способов, как облапоши честных граждан, что любой бы позавидовал. Например, она могла ехать в поезде, общаться с культурно образованной парой, заговорить их, напоить и обчистить. Она могла зайти в ювелирный магазин и, примеряя украшения, камешки прятать себе под ногти или в карман платья. Или могла накупить драгоценности и сказать, ой, я забыла деньги, оставить как бы в залог дедушку своего и младенца с бонной, уйти. И её след простыл, оказывалось, что это актёры Заезжего театра, а не её родственники. Здесь можно массу примеров приводить, но смысл в том, что мошенники очень многоликие, изобретательные. И здесь важно скорее, как психолог могу сказать, важно знать свои слабые стороны, что могут воздействовать на вашу наивность, порядочность, добросердечность или желание обогатиться побыстрее. То есть вот определённого портрета мошенника на сегодняшний день на самом деле нет. Просто нужно быть более внимательным. Я могу сказать ещё добавить, что если мы будем рассматривать ряд мошенников, это начиная от самых простых цыганок на вокзале до руководителей государства. Потому что в истории достаточно много примеров, когда руководители государства были по большому счёту мошенниками. Ну, например, Адольф Гитлер. Это человек, который умел манипулировать огромными массами людей для того, чтобы добиваться своих исключительно каких-то внутренних интересов. Один философ однажды сказал, любой мошенник, становясь специалистом, приобретает вес в обществе. И действительно, самые известные мошенники до того, как их разоблачили, занимали достаточно высокое положение. Они были врачами, банкирами, генералами, профессорами и даже принцами и принцессами. Вспомним того же графа Калиостро. Причём среди именитых мошенников были и женщины. Об одной из них наш рассказ. Эта женщина появилась в 1817 году на западе Англии в Глостершире. Появилась она в экзотическом наряде, тюрбане. Её никто не мог понять, потому что говорила она на каком-то диковинном языке. И так продолжалось довольно долго, пока один из португальских моряков не распознал этот язык. История незнакомки гласила о том, что она являлась принцессой Корабу, острова в Индийском океане. Женщину захватили пираты, однако их корабль потерпел крушение, но ей чудом удалось спастись. Следующие два месяца принцесса была в центре внимания, ведь она не только носила экзотические наряды, но и лазала по деревьям, плавала на гишу. Мало того, ей удалось попасть в высшее общество. Однако вскоре, после появления статьи и портрета в местной газете, принцесса Корабу была опознана и разоблачена. Принцессой оказалась дочь сапожника по имени Мэри Бейкер. Как вы думаете, что является такой буквально хорошей, замечательной почвой для того, чтобы мошенничество процветало в стране? Вот как вы думаете? Ну, мне кажется, что это определенный уровень развития взаимоотношений в обществе между людьми. То есть на основании чего строится взаимоотношение между людьми в обществе? Это на основании человеку-человеку-друг или человеку-человеку-враг? Знаете, когда Эйнштейн был совсем уже стареньким, к нему пришел один журналист, такой трепетный. Ему одно очень серьезное издание поручило взять интервью у гения человечества. И он задал Эйнштейну вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот какой основной вопрос вы бы отметили в обществе, который позволяет нам сделать прорыв в будущее? Ну, старик так задумался, попыхтел трубкой. Этот молодой человек на него смотрит. Я думаю, вопрос в том, как мы относимся ко Вселенной. В каком смысле? Ну, как мы считаем, вот Вселенная, она к нам дружественна или враждебна? Что вы хотите сказать, господин Эйнштейн? Ну, как же, все очень просто. Если Вселенная дружественная, и вы к ней относитесь, как к своему другу, то вы в вашей жизни строите мосты. А если она враждебная, то вы в вашей жизни строите стены. И тогда к вам вопрос, молодой человек, а в вашей жизни что вы строите, мосты или стены? Вот если в обществе преобладает тенденция построения скорее мостов, чем стен, то да, в этом обществе общий уровень преступлений на почве мошенничества, он ниже. Понятно. То есть, получается, что у нас пока стен больше. Да, мы строим стены. Наша тенденция это строить стены. Вы были жертвами мошенников? Я нет. Ни разу? Я был жертвами манипуляторов. Но вот мошенников, чтобы у меня деньги каким-то образом выманивали или выманили. Нет, я не припомню. Существует достаточно большое количество различных манипулятивных техник. Вот, кстати, одна из распространенных техник или один из распространенных примеров это наперсточники. Вот как они работают. Если мы будем подходить к тому, как человек воспринимает окружающую действительность, он ее воспринимает через так называемые основные репрезентативные системы. Через глаза, которое называется визуальная система, через уши, аудиальная система, и через обоняние, осязание вкус, которое называется киноэстетическая система. Ну, еще называют иногда шестое чувство, которое называется чувство интуиции, которое, в общем, достаточно сложная вещь для описания. А теперь давайте посмотрим. Вот вы встречаетесь с наперсточником. Что происходит? Стоит человек, перед ним, допустим, там три стаканчика, под одним из этих стаканчиков шарик. Вокруг стоит команда. Вот что делает эта команда? Значит, во-первых, они включают, наперсточник включает визуальный канал восприятия информации. Он начинает двигать стаканами. Вы на этом сосредоточены. Когда команда вокруг начинает кричать, давай, давай, а-а-а, более того, наперсточник говорит, там, кручу-верчу, обмануть хочу, и та-та-та-та-та-та-та, вы начинаете смотреть, слушать большое количество шуба. То есть перегружает вашу визуальную и перегружает вашу аудиальную систему. Что происходит дальше? Вот эта команда поддержки группы, которую вы принимаете за зевак, она подходит к вам и начинает вас толкать, пихать. Вот каким-то образом, давай, давай, включает вашу кинестетику, то есть ощущения. Таким образом, все ваши три системы восприятия перегружаются. И таким образом, вот этот бегуночек резко переходит в сторону ваших ощущений, абсолютно уменьшая или задвигая вашу логику. У вас выключается образ мышления полностью, и вы принимаете спонтанные подсознательные решения, основанные на азарте, основанные на адреналине. То есть вы получаете от этого удовольствие, как наркоман, как настоящий адреналиновый наркоман. И вас становится очень легко провести на этом. Понимаете, вот в этом система. То есть получается, что мошенники – это очень хорошие психологи, они чётко понимают, на какие клавиши они нажимают. Я не думаю, чтобы они понимают, я думаю, что во многом они действуют интуитивно. То есть это заложено, они интуитивно, они чувствуют, что надо делать так, а не иначе. Я не думаю, чтобы у них так всё расписано было. Ага, сейчас я включаю визуалку, ага, сейчас я включаю аудиалку. Нет, конечно. Но получается из вашего рассказа, что мы все зависим от этого адреналина, да? То есть мы адреналинозависимы. И мошенники, и жертвы. То есть и те, и другие получают удовольствие, только потом жертва при осознании того, что с ней произошло, ей становится плохо. Похмелье начинается потом. У жертвы начинается похмелье, понимаете? Те ощущения отрицательные, которые бывают у человека после злоупотребления алкоголя. Огромное количество того, что мы называем биологией, то, что нами управляет. Программирует нас. Программирует, да, программирует нас. Поэтому цель любого живого существа – это избежать боли и получить удовольствие. В конечном итоге. Понятно. Вот куда бы мы ни смотрели, чем бы мы ни занимались, какую бы сторону? Избежать боли и получить удовольствие. И в конце концов мы стремимся, ищем это удовольствие в том или ином виде. Кто чаще всего становится жертвой мошенника? Мужчины, женщины? Я считаю, что чуть-чуть больше женщины. Это связано с историей нашего человеческого вида. Дело в том, что мужчины по природе своей изначально были охотниками. То есть людьми, которые выходили из пещер, ходили по лесам, искали добычу и могли подвергнуться нападению диких животных или там соплеменников. А женщины были чуть более защищены. Они жили в пещерах, и они были менее недоверчивы, чем мужчины. Это раз. И второе. Женщины в силу женской природы, как матери, они более эмпатичные, они более восприимчивы, они более открыты. Они более доверчивы, да. Ведь ребенок, он не может обмануть маленький. Поэтому верят этому. И женщина открыта к этому маленькому существу. Поэтому обмануть женщин, ну, в определенной степени, конечно, все это условно. С моей точки зрения. Чуть проще, чем мужчины. Чуть-чуть проще. Все-таки самое слабое звено, я так думаю, это пожилые люди, которые все-таки привыкли верить, да, и постоянно ждут какой-то поддержки и помощи. И дети. Да, это такие две группы риска, потому что получается, что у маленьких деток у них еще не сформировано критическое мышление. А у людей пожилых, там, в силу разных причин, там, и культурных, и социальных, и возрастных, эта критическая функция, она уже ослаблена. И поэтому и те, и другие становятся больше зависимы от окружающих, от их помощи, поддержки. И их, к сожалению, бывает легче обмануть. Что может привлечь мошенника? Как он цепляется за жертву? Очень многие люди являются адреналиновыми наркоманами. Они просто не отдают себе в этом отчет. Они получают удовольствие от того, что у них в крови повышается уровень адреналина в определенных условиях. И они подсознательно ищут этой ситуации. А когда человек ищет эту ситуацию, это определенным образом проявляется на его лице. Ну, например, он начинает показывать интерес. То есть вы имеете в виду сейчас жертву, да? Он ищет. Жертву, жертву, да. То есть жертва, получается, ищет саму ситуацию. Ищет в определенной степени, да, ищет эту ситуацию. Он начинает проявлять интерес к тому или другому объекту, ли мысли, ли картинки, ли вещи, ли объекту и так далее. Этот интерес написан на лице. Например, глаза открываются чуть пошире. Вот определенное такое выражение интереса на лице. Это происходит подсознательно. И мошенники видят это, они считывают это. И когда они видят, что да, вот этот человек проявляет интерес, он сразу становится объектом для возможной работы, условно говоря, в дальнейшем. Да, люди к нему подходят и начинают с ним определенным образом работать для того, чтобы заработать на нем свои деньги. Помимо того, что человек может искать адренарийный азарт, многие из нас ходят с таким мечтателем, отсутствующим выражением лица. И мы уже в своего рода трансе находимся, идем, ничего не замечаем. И вот к таким людям очень часто подходят продавцы кастрюлек, проповедники, цыганки. Человек уже почти готов. Ему только пару фраз внушающих остается сказать. И если у вас нет навыка быстро переключаться, да, и вот, да, как Андрей меня недавно научил, выставляешь, да, руку вперед, да, и говоришь там, стоп, стоп, да, нет, не надо. И идите себе дальше продолжайте мечтать. Ну, так, чтобы вы знали, что у вас там все в карманах на месте. Давайте поговорим уже о том, все-таки, как от них защищаться, и как можно себя уберечь от мошеннических уловок. Есть ли какие-то определенные приемы? В качестве преамбула, да, или в качестве вступления. Для того, чтобы защититься от мошенников, надо хотеть защититься от мошенников. Вот, великий психолог Милтон Эриксон, создатель так называемого эриксоновского гипноза, в беседе с одним из своих коллег сказал, ты даже себе не представляешь, насколько люди все делают подсознательно, автоматически. До 95% наших действий ежесекундно происходит на автомате. Значит, первый шаг, самый главный, это осознать, что я во многом веду себя в автоматическом режиме, на автопилоте. Когда я это осознаю, можно сделать второй шаг. Увеличить процент осознанности, то есть отдавать себе отчет в том, что происходит вокруг. И после того, как я уже осознаю это, быть внимательным и замечать. Ну а дальше существуют специальные техники, вот Таня, она больший специалист в этих техниках, она расскажет по пунктам, что это за техники. Да, Таня, расскажите нам, пожалуйста, что нужно сделать в первую очередь. Это задавать какие-то вопросы, следить за тем, что тебе говорят, как, в общем, как тобой манипулируют, куда тебя ведут и что с тобой делают. Ну, я назову, наверное, четыре основных пункта в памятке, которые, если на 100% не обезопасят вас, то помогут точно. Конечно. Первое, это для того, чтобы вас не запутали и не заговорили, обязательно задавайте вопросы, то есть ничего не принимайте на веру. Вопросы могут быть, там, подскажите ваши документы, кто может вас рекомендовать, ставьте свои координаты, а какой ваш телефон, а где вы живете и так далее, и так далее. А второе, это умение делать паузу, то есть стоп, нет, не сейчас, мне нужно подумать. И если вас продолжают торопить и на вас давить, тут уж наверняка дело не чисто. Или говорят, давайте подумаем вместе, прямо сейчас, и здесь можно перейти к третьему пункту. Спасибо, мне нужно посоветоваться. То есть обязательно советуйтесь, не принимайте импульсивных решений, посоветуйтесь с другом, посоветуйтесь с родственником, с профессионалом, которому вы доверяете. Вы не обязаны принимать решения быстро здесь, сейчас. А вот это вот ощущение, что я взял, потрогал, со мной 10 минут поговорили, мне уделили внимание, и я уже кому-то обязан. Вот вы никому ничего не обязаны. Обязаны только себе, своим здоровым благополучием, в том числе финансовым. И четвертый пункт, как бы замыкая круг и возвращаясь к той преамбуле, которую Андрей говорил, это для того, чтобы не получилась такой печальной ситуации, когда мы можем развесить уши, и нам кто-то запудрил мозг, быть в осознании. И тогда возрастают шансы, что вас никто не обедет вокруг пальца, не лишит воли, и вы сами сможете принимать решения. Я верю, что вселенная дружественная. На самом деле мир... Из мостов состоит. Да, состоит из мостов. Другое дело, что не надо давать некоторым недобросовестным гражданам эту веру в нас рушить. И поэтому существуют такие вот простые правила безопасности. Да, но они действительно простые, я думаю, что многие с ними могут справиться. На самом деле, вот самое главное, захотеть. Потому что все мошенники буквально в один голос говорят, мы ничего ни у кого не отбираем. Люди все отдают нам сами. Скажите, с какой целью берется плата? С целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался. Заходите, прошу вас, осматривайте. Татьяна, спасибо. Андрей, спасибо за то, что были сегодня на женской половине. Спасибо вам большое за советы, за рекомендации. Я думаю, что наши зрители будут более внимательны к себе и к окружающему миру. И будут дружны со вселенной. Юлиус Фучек однажды написал, каждый мошенник рассчитывает на плохую память того, кто должен быть обманутым. Глупо считать, что жертвами мошенников могут быть малообразованные люди. И глупо рассчитывать на то, что обманут ну кого угодно, только не тебя. Жертвами мошенников довольно часто становятся интеллигентные образованные люди. Жажда наживы, азарт и доверчивость – вот что бросает нас в руки современных остапов-бендеров. Возраст, положение в обществе, статус здесь совсем ни при чем. И помните, бесплатный сыр может быть только в мышелодке. Берегите себя, будьте внимательны. Я, Ирина Бреусова, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Продолжение следует...